Для меня это был, конечно, удар. Когда слышать, когда твой сын болеет. Да, это произошел очередной чудо-кейс. Какой хоккей. Тут речь о здоровье, даже, грубо говоря, о жизни идет. Когда мне сказали, конечно же, расстроился. Сама МакПал мне пишет. Вновь Рузбакиев на месте оборонца оказался. Сейчас за воротами получает передачу из угла от Быкова. И начинает свой раскат Эмир Рузбакиев. Классно зашел в зону. Здорово действует с пирюшкой. Рузбакиев, бросок. Это гол. Это 3-0. Шикарная шайба в исполнении Эмира Рузбакиева. Внук Эмирчик, он страдает сезонной аллергией. Практически с самого рождения. Родители затратили на его лечение. Мы даже помним, он все детство сходил с полуоткрытым ртом. Но потом дочь, его мама, отвела его на хоккей. Вот там, почему-то не знаю, как это случилось, он стал себя чувствовать лучше на льду. Когда мы искали ему, чем ему заняться, мне нахотелось, чтобы это вырос такой мужчина настоящий, такой, чтобы спорт, и именно я отводила. Ну, я давала ему возможность где-то пробовать себя. Ну, до хоккея каждый вид спорта попробовал. Мне никакой не понравился. Потом мама предложила хоккей. Сначала отказался, потом решил, сказал, можно попробовать. И он встал на каток, и он говорит, я не знаю, что это такое, но мне кажется, я очень давно, я стоял как будто когда-то, и это мне нравится. Я хочу в тот же день, несмотря, что это очень дорогой вид спорта, травмоопасный спорт. Ну, я побежала, записала его в команду. Ну, в общем, была сложность, и, наверное, только знаю я, через какую я сложность прошла. И в три утра у нас были тренировки, и в шесть утра были тренировки. Снег, холод, и по всему Казахстану возила, по России возила его. Я сказала, если оно тебе нравится, иди до конца. Даже где-то я сказала, ну, ладно, мы можем пропустить учебу, но хоккей мы никогда не пропустим. Где-то в середине января, когда я обследовался, написал врачу, что можно завершить с хоккеем. Я очень расстроился, что вижу будущее с хоккеем. Он с осени как не очень хорошо себя чувствовал. У него периодически возникал кашель какой-то непонятный. До поры до времени он себя более-менее не чувствовал, но на Новый год уехал в Алма-Ату и приехал тут, конечно, полностью в разобранном состоянии. У него очень тяжелый кашель, обильная мокрота. Первое время мы тоже думали, справимся со своими силами. Лечение как-то не очень помогало, меня это стало напрягать. Я позвонил ребятам, лору, врачам в Алма-Ату, они сказали, дали адрес в Астане доктора. И там оказалась ужасная картина. То есть у него все пазухи лицевого черепа были забиты полностью. Слизью, там уже фиброзная ткань, какие-то доброкачественные опухли. Он не дышал нормально. Даже они были в ужасе. А как он вообще занимается спортом? У него нижние отделы легких не работали, по сути. То есть он на морально-волевых, я не знаю, как он катался, как он на соревнованиях участвовал. Ну я, конечно, в ужасе. Я позвонил в Алма-Ату, ребята, они говорят, Берик, о чем ты говоришь? Какой хоккей? Тут речь о здоровье, а даже, грубо говоря, о жизни идет. Потому что эти органы, чем они опасны, воспаление? Потому что головной мозг рядом. Для меня это был, конечно, удар. Когда слышать, когда твой сын болеет, и когда это может случиться в любой момент. И здесь ты не объяснишь ребенку, что надо бросить. Надо бросить, надо лечиться и заняться чем-то другим. Он мне говорил, мама, я не представляю, чем я буду заниматься. Я, кроме хоккей, ничего не умею. Когда мне сказали, конечно же, расстроился. Но я не поверил в это, типа, как я могу из-за носа, из-за адоноидов, типа, закончить с хоккеем. Я в это не поверил просто. Не воспринимал серьез. Думал, пофигу, типа, буду заниматься дальше. Потому что не хочу заканчивать с хоккеем. Я написала в чат вдохновение. У меня такая-то, такая-то ситуация. Пошли сообщения. Такая поддержка. Девочки нас поддержали просто, не знаю, но не только словами морально. Они сделали медитативные практики по исцелению. И вдруг через некоторое время приходит сообщение в чат. Сама МакПал мне пишет. Она пишет мне. Во-первых, текстом напишется, Алла, и голосовым сообщением. Я в таком потрясении говорю, Берик, послушай, посмотри, что говорит МакПал. Она нам дала рекомендации. Что нам делать? Во-первых, нам надо успокоиться. Во-вторых, заняться пятым элементом мамочки. Чтобы она работала. Потому что болезни детей зависят от родителей. Они энергетически связаны. Я помню, я проделала все медитации. Я плакала, ревела. Ну, я верила. Я верила, что мы хоккей не забросим. Я не знаю, не здоровье, а мы хоккей не забросим. Ну, я поверил где-то ей. Ну, я-то врач. Я знаю, что такое гнойная хирургия. Я знаю, как это, механизмы здесь все равно где. Или фурунку у тебя на заднице, или у тебя гнойный перитонит. Законы от одни и те же. Оно вот так по щелчку не лечится, эти вещи. И ночью уже ребенок, когда уложили спать, немного все успокоились. Я лежал и, ну, анализировал, думал. А потом думал, что-то меня смущает. Никак не мог понять, что. И вдруг я понял, ребенок не кашляет. В соседней комнате он не кашляет. Ни вот этого жуткого кашля, ни отхаркивания. Я быстренько зашел в ту комнату, дверь приоткрыл. Он спит. Спокойно спит. И самое главное, он дышит носом, рот у него закрыт. Месяцами этого не было. Но самое интересное, что вот после вмешательства вот этого пятого элемента нашего учителя, он как-то стал со дня на день, он стал кушать. Он заулыбался. Мы ходили, естественно, на лечение мы ходили. И вот процесс этот выздоровления, он уложился, ну, в какие-то 4-5 дней. То есть он с первого дня стал выздоравливать на глазах. Я, ну, как врач с большим стажем, я, тем более, диссертацию я занимался именно гнойной хирургией. Я, ну, не мог понять, что происходит. И когда они позвонили и сказали, буквально дня через 2-3, анализы были готовы, и говорят, ты не поверишь, там ничего нет. И вот прошло сколько, ну, грубо, вот, по течение 7 дней он был здоров. Он дышал полной грудью. Мокроты не было, кашель исчез. Я не отрицаю помощи лекарств, конечно, но они так быстро не действуют, это 100%. Поэтому сейчас вот уже прошло 2 недели, он абсолютно здоров. Он ходит, занимается своим любимым спортом. Мы, конечно, под контролем, без конца спрашиваем, как, ну, все нормально, дед, ты, ты не переживай. Я хотел сказать, что у каждого врача есть в практике, но в памяти случай, который он объяснить не может. У каждого. Вот, как бы, какой-то сигнал свыше, помощь свыше. Вот у умирающих больных вдруг становится на ноги. Мой внук вот мне явил вот такую вещь. Я знаю, с чем это связано. Я знаю, кто вмешался в это. Мой учитель, просто она лишний раз доказала, что в силу своей теории, своей науки... Ну, это чудо. Это, конечно, чудо. Чудо то, что это произошло. Да, это произошло очередное чудо-кейс. Я считаю, что это не без помощи высших сил и не без помощи нашего наставника, учителя. Но я в поле МакПал нахожусь уже два года и прям безмерно благодарна ей за все, что она делает для меня, для моей семьи и вообще для людей, для всего человечества. Никогда не сдавайтесь, идите к своим мечтам. Делайте шаг назад, все у вас будет. То, что вы пожелаете, то и сбудется. Мечты надо верить. Мечты надо верить.